Здравствуйте, дорогие друзья! Греческая редакция «Эльпида» продолжает свое вещание о важных событиях в жизни и деятельности греков Крыма в студии Мария Лазариди. Впервые по российскому законодательству 14 сентября прошли выборы в Крыму и Севастополе. Жители полуострова выбирали новый состав Госсовета Республики, а также муниципальные органы власти. Мы рады сообщить, что по предварительным данным в Госсовет Крыма от Судакского округа вошел наш соотечественник, председатель национально-культурной автономии греков Таврида Иван Шонус. Выборы прошли в доброжелательной и спокойной атмосфере. Это подтвердили и наблюдатели. Большинство избирателей уверены, что их активная позиция сейчас – это залог лучшего будущего для крымчан. Для каждого важно прийти и сделать свой выбор, для того, чтобы каждый знал, что он внес свою лепту в развитие и процветание Республики Крым. Выборы регионального уровня – это всегда очень важно для нас, потому что это то, какими будут школы, больницы, какими будут дороги и многое другое. Ну и это первые выборы Крыма в составе России. Это тоже для нас очень важно. Я хочу доверить свою жизнь, жизнь не только своей, но и своих внуков, людям, которые принесут на наш полуостров добро, счастье и, в общем, все, и мир. 7 сентября в Симферополе состоялось заседание Совета молодежи Ассоциации греческих общественных объединений России. Впервые в форуме приняли участие представители греческой молодежи полуострова. После объединения Крыма с Россией и принятия в состав АГОР Национально-культурной автономии греков Республики Крым-Таврида было принято решение провести заседание молодежи на полуострове. В рамках форума 6 сентября представители всех молодежных объединений посетили ежегодный фестиваль греческой культуры в Евпатории, где могли неформально пообщаться и насладиться яркими выступлениями своих соотечественников. Это моя первая поездка в Крым. Фестиваль мне очень нравится. Представлено много различных коллективов. Приехали гости со всей России, что насыщает его своим колоритом, различными коллективами. Песни, танцы. Все очень здорово проходит в этом плане. Все нравится. Было бы очень здорово, если подобные мероприятия проходили регулярно, я бы даже сказал, не периодически. И желательно, чтобы они проходили во всех непосредственно автономии, то есть где живут греки, где есть общины, так как именно тот быт и то местонахождение, где они проживают, всегда отражается на их культурных, традиционных каких-то моментах. Поэтому было бы здорово, если бы вот этот обмен опытом и каждая община греческая, то есть каждый грек, мог бы посмотреть, как живут его собратья в других регионах страны. Само заседание Совета молодежи АГОР прошло на следующий день, куда были приглашены представители молодежной организации «Таврида», сопредседатель национально-культурной автономии «Одиссей Балабанов», председатель греческой общины города Старый Крым Савелий Таназлы, администратор сайта АГОР Инга Абгарова и исполнительный директор ростовского греческого общества «Танайс» Милена Леонова. Мы здесь, на территории Крыма, мы проводим в этом году первый совет греческой молодежи России. Наша крымская, теперь уже наша крымская греческая диаспора вступила в члены нашей ассоциации и форум направлен на какое-то ознакомление с греческой молодежью Крыма. Впечатление очень хорошее, я уверен, что у вас хорошее будущее, уверен, что у вас все получится. Главное – терпение, взаимопонимание, и все будет хорошо. Член Совета Федеральной национальной автономии греков России Милена Леонова зачитала приветственное письмо от президента Ассоциации греческих общественных объединений России Ивана Савиди и обратилась к Совету молодежи с личным призывом. Греческая молодежь, она уникальная, она очень талантливая, она очень интеллектуальная. Наверное, это какая-то генетическая память, наверное, это какие-то генетические наши корни, я не знаю. Поэтому, как бы действительно, без всяких преувеличений, вся страна смотрит на вас, и мы действительно ждем, что как-то получится объединить все это молодежное движение. На сегодняшний момент у вас есть такая возможность. На заседании Совета поднимались вопросы, интересующие современную греческую молодежь Крыма и России в целом. После отчета председателя Совета Алексея Черкезова о проделанной работе ячеек молодежи в греческих обществах были поставлены следующие задачи. Подготовка к съезду молодежи Агуор в 2015 году, создание реестра храмов, церквей и исторических памятников, построенных греками и греческими меценатами, действующих, разрушенных и требующих реконструкции, с целью поиска меценатов в России и в Греции для их восстановления. Также поднимались вопросы об участии молодежи в программах гостеприимства в Греции и в конкурсах на получение грантов президента Российской Федерации. Рассматривалось положение о проведении конкурса на лучшую эмблему объединения греческой молодежи России и было принято решение о создании странички Совета молодежи на официальном сайте Агуор. Алексей Черкезов отметил, что большой вклад в развитие эллинизма в нашей стране лежит на плечах молодых греков и очень важно в условиях территориальной отдаленности иметь непрерывное качественное общение между собой. Молодежь, это же она более коммуникабельная, чем наши взрослые товарищи. Поэтому мы можем общаться по интернету, мы можем общаться по телефону, по СМС, там вот куча разных сервисов есть, в которых общается сейчас наша молодежь. И плюс ко всему, конечно, ездят друг к другу в гости. Сейчас, к сожалению, курортный сезон заканчивается, но этим самым, наверное, греческая молодежь Крыма может путешествовать по России, поехать в Центральную Россию, где очень много интересного и для ознакомления посмотреть может, в том числе и пообщаться с теми греками, молодыми греками, которые живут. В этом году прошло достаточно большое количество различных форумов, в том числе и которые направлены на межнациональное согласие, которые проводились и Общественная палата России, ну, или санкционировались Государственные думы, Советы Федерации. Поэтому, я думаю, в следующем году у нас будет тоже запланировано много различных мероприятий, в том числе и которые инициируют и проводят греческая молодежь, в которых, я уверен, мы можем встречаться, общаться и друг другу помогать в этих проектах. При региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым-Таврида открываются группы по изучению новогреческого языка и греческих танцев для разных возрастных групп. О том, где можно получить подробную информацию, с нами поделилась секретарь общественной организации Наталья Будурова. В октябре мы планируем открыть группы по изучению греческого языка и греческих танцев. Всю интересующую вас информацию вы можете узнать на страничках в соцсетях нашей группы «Национальная автономия греков Республики Крым-Таврида», либо же обратиться для справок по телефону 57-2807 в общество. Также вы можете прийти лично по адресу 51-я армия 60-А. Наталья поделилась, что планируется открываться до четырех языковых групп и две по танцам. Также рассматривается вопрос о создании театрального кружка и занятий по вокалу для школьников и студентов. Мы ждем ваших заявлений. Приходите, будем очень рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова